всем здравствуйте дорогие друзья всем привет блядь стань ты шальной будешь прекращать свои атаки в ней уже заебался шальной демон шальной демон такой бежать ну ёбаный то рот блять это можно блять без этого не боитесь в руку что у меня есть что все закончились приму как мы его хрен победим у него еще до хуя здоровье вот этот ран блин уделением блять сюда идет блять чертома да блять но почему ты не перепрыгнул то этот страны огонь то пидорас ты ёбаный ёб твою мать блять ты можешь бегать нормально шальной да ну конечно блять он умрет сейчас ёб твою мать блять не убежать не прибежать нихуя ну чё и идите уже валите его нахрен устояньку вот как сейчас вот он упал пока встанет пока пока он встает ты вот ждешь пока он встает пока ты встаешь ты ждешь блять не поясни блять чертома то есть это уже просто тупо на везение блять повезет убьешь не повезет не убьешь но конкретно вот что именно я делаю не так я не понимаю то есть отбегать быстрее я уже объяснил что там не получается его быстро там убежать куда-то там в сторону что бывает персонаж там в какой-то анимации тебе не дает это бабу убил блять нихуя дед надо оружие качать ладно пошли мир следовать и принц не убьешь блять так пойдем мы короче говоря 9 3d-фильмом я отношусь к одному 3d-фильм очень хорошо это обитель зла 4 часть обожаю его но проблема в том что производители телевизоров опять же слушаются сраных маркетологов сначала маркетологи им говорили 3d телевизор это надо будущее покупайте срочно все 3d телевизоры это самое лучшее что у нас вообще есть 3d телевизоры это такие инновации 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 и вообще ребята блять все что вы должны сделать купите 3d телевизор если у вас еще не 3d телевизор то выдал боёв примерно такой был посыл производителей телевизоров я не преувеличиваю ничего потому что именно в тот момент когда 3d телевизоры были популярны я работал в магазинах по продаже телеков и для этого 3d делалось все то есть телевизоре научились конвертировать 2d в 3d выпускали видеоигры выпускали видеоигры в 3d на playstation 3 огромное количество игр которые работают в 3d типа uncharted 3 в 3d killzone 3 в 3d resistance 3 в 3d и так далее вот плюс телевизоры которые были с 3d в принципе неплохо конвертировали 2d в 3d дальше борющим и в принципе я даже пробовал у меня же был этот panasonic с 3d очень даже неплохо все это работал была пассивная технология 3d где очки без батареек было она у lg была эта технология вот потом была активная технология 3d этому самсунга у panasonic of так далее потом sony и panasonic вот потом производители типа тоже бы и сказали да мы вообще можем выпустить 3d телевизор без очков и будете кайфовать и выпустили такой правда такой тестовый экземпляр как бы но если тема пошла дальше то было бы и больше а потом внезначай маркетологи решили все хватит нахуй 3d тот там с кем-то поссорился блядь не знаю причины основные почему вообще перестали как бы поддерживать 3d но и такие сказали да нахуй 3d ваша пусть в кинотеатрах только она остается может владельцы кинотеатров надавили сказали извините нам тоже надо кушать чтобы обычных пользователей типа дома не было 3d хоть нам что-то оставьте так сказать еще и все и блять при этом производились диски с фильмами в 3d то есть контента как бы стало становилось все больше и больше потоковых сервисов вещания появились фильмы уже в 3d реально много очень фильмов выходила на блюрей 3d а сейчас а сейчас полный пиздец то есть типа playstation 5 по моему поддерживает 3d диски но смысл в том что ни один современный телек не поддерживает 3d и даже строчка 3d телевизор пропала из всяких сайтов типа м видео эльдорадо там нету вот типа вот в строчке где-то выбираешь параметры телевизора там нету функции телевизор с 3d хотя она естественно была потому что это какой был мегабум с этими телеками а то маркетологи решили так а теперь какая наша киберфича которая заставит покупателя продавать телевизоры это 4к и они настолько бесновались настолько улюлюкали блять и ходили в пиере блять идиотизма что заставили весь мир поверить что 4к это в 4 раза лучше изображение что лучше него нет это полнейший дебилизм головного мозга происходил при том что вот как не верить маркетологам вот у меня лично есть простая формула которая всегда сто процентов работает где ты можешь по этой формуле проверить это хуйня или это ебаный маркетинг только для того чтобы запарить мозги людям блять вот то есть есть вот такая формула она работает абсолютно точно короче смысл в чем в сфере маркетинга у них задача лишь одна убедить покупателей в том что это лучше этого нет и заставить всех это покупать то есть цели не стоит что типа это действительно там сильно лучше возможно она лучше там я не спорю в принципе 4к как бы тема хорошая но это не значит что в 4 раза лучше да четче в каких-то моментах лучше в принципе все это неплохо но это не кибли фича то есть это не что-то такое что вообще там сносит башку при тот же 3d был гораздо интереснее с точки зрения зрительского контента то есть он больше превосносила инновации в сфере экранов вот чем 4к к примеру 4к это такое небольшое улучшение но ничего кардинально не меняющая но преподносилось естественно совершенно по-другому потому что маркетинг и вот у меня есть абсолютно стопроцентная теория и вещь как вы можете проверить я хочу даже ролик про эту тему снять у меня мысль просто пришла про эту тему ролик снять я наверное сниму такой разговорном формате но эксклюзив для тех кто смотрит стримы суть ролика и судя вообще моей теории и я считаю что она работает вы можете ее не поддерживать и не применять к себе на практике а можете применять короче как проверить блять хуйня маркетинг или нормальная тема смотрите используют ли это профессионалы то есть если это используется в профоборудовании и в профсегменте значит это действительно рабочая фишка если этого нет и это либо это в очень сильном меньшинстве в профсегменте значит это какая-то маркетинговая чепуха и лапша и вот про 4к банально 95 процентов всех кинотеатров мира изображение в 2к просто вот все а вот а 4к вообще нахуй не нужно в киносфере то есть оно есть некоторые фильмы мастерица в 4к для кинопоказа публичного но меньшинство и оборудование в 4к тоже меньшинство причем даже огромный аймакс экраны они тоже не в 4к самое то что забавное то есть проекторы не в 4к их очень мало этих проекторов то есть только в дальнейшем может там лет через пять через десять будет массово появляться оборудование 4к постепенно заменится но в целом вот и проблем вот как бы вот с тем что изображение не четкое в кинотеатрах нет вот я недавно входил на анчартер самая главная проблема кинотеатров это в том что там черного цвета нет что там очень хуёвый контраст то есть он практически отсутствует темную сцену какую-нибудь и там определить насколько важен уровень черного в кино потому что уровень черного в нынешних кинотеатрах он низкий хуёвый имеется в виду им показывает там ролик темная сцена допустим 10 секунд смотрят там с уровнем черным таким-то 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 и не определяют галочки потом яркие моменты в разных фрагментов и они определили что для hdr нормальная яркость вот высокая это 300 нит в пике то есть показывали при этом и 800 и 500 но 300 выше 300 уже не имеет смысла и поэтому мы приходим к мысли если мы смотрим телевизор только дома и это айфон 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 и это айфон 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 пиздец прятил история страшная сразу скажу ну как не не то чтобы страшно и так то хуйня конечно полный просто я вчера ходил по этим самым переписывал показания счетчиков вот вот что произошло я иду значит и между вот всяких там паркингов вот этих вот зданий различных тут огромное количество зданий вот этих охрана паркинга там здание потом еще какие-то коммерческие здания я вот петля еду еду у меня вот эти в руках значит листы с показаниями со щитами щелочек и вот это все измеряю в голове вымеряю куда мне дальше пойти и запутаться и решил вот срезать как бы пройти там окольными путями и шел шел а там видно где стена сбоку была снизу такой грязь во первых и всякая насрана там каловые массы так называемые собачьи вот ну благо я в них не упал не задел но грязь тут боку а тут узенькая такая дорожка вольтированная шла я по ней пошел и шел и смотрю эти сраные вот листы с показаниями со сей хуйню и там висел значит блок этот наружный кондиционера вот на высоте примерно вот такой вот так выше меня был вот так выше меня был блок кондиционера и я как со всей ну вот силой получается он был вот настолько ниже моей головы и я уебался башкой очень сильно об него и упал естественно на пол я сразу же ну мгновенно я потому что быстро шел как уебусь а я без каски был как уебался башкой об него и сразу же упал все у меня выпало листы эти попадали боль адская но благо там скругленный край был ну металлический но край был вот скругленный то есть такой не не острый угол был бы советский кондиционер был бы обязательно сваренный из уголков острый угол но тут какой-то иностранный блок кондиционера поэтому обошлось сильной головной боли и вот у меня второй день башка то побаливает поэтому сегодня долго сразу скажу не смогу вести стрим да надо быть аккуратнее а потом в этот же день в гаирща лазил в гаирща лазил в подвалах и там тоже была дверца щита открыта и тоже башкой заделся второй раз за день блин я не знаю это ужас вот ну блять немножко замарался когда падал грязью он не просто идет он гу он гуляет он гуляет 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 гуляю ой вот куда я иду я гуляю потому что ну я упал то на асфальт вот там где дорожка узкая но одной рукой в грязь и бумаги там немножко подмарал эти ну а так в целом обошлось нормально нет историю дядя лев не придумал я вообще никаких историй ни разу не придумал абсолютно никогда у меня из меня выдумщик не какущий я во первых считаю что сила в правде и только в правде и если я и говорю какие-то истории то это истории сто процентов правдивые листы листы сохранил о как не сохранить но и в любом случае я все счетчики фотографирую вот всегда надо фотографировать счетчики никогда если ты пишешь показания счетчики фотографировать это крайне необходимо поэтому вот у меня весь телефон тут одни счетчики просто вот их тысячи здесь тысячи электро счетчиков как вы видите и не запрет не забывайте подписаться на канал нажать колокольчик ну и собственно а люди добрые помогите эй 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 эй